Всем привет дорогие друзья, с вами НС и сегодня у нас небольшое видео про Мидас. Очень противоречивый предмет и по-моему настало время наконец-то разобраться, он нужен вообще он или нет. Но перед тем как мы начнем, я хотел бы вам напомнить, что телеком оператор Домру продолжает свой чемпионат по Дота 2, призовой фонд которого 1 миллион рублей, целый миллион, осталось всего 2 онлайн отборочных, победители автоматически попадают в финал и сразу же гарантируют себе денежное вознаграждение, призовой фонд будет распределен между всеми финалистами, короче говоря прошли отборочные и вы уже в финале, а там все получают деньги, очень удобно между прочим, редко где так есть, только на интернешнале кажется. Так вот, регистрируйтесь обязательно и пытайтесь попасть в финал, потому что часто на таких турнирах можно засветиться, показать так сказать себя, ну и на других посмотреть, в любом случае турнирный опыт он никому не повредит, так что все ссылки будут в описании, ну а теперь мы начинаем. И первый вопрос, на который вот так вот на вскидку мало кто сможет ответить. За сколько времени вообще эта золотая рука окупается? Мидас стоит 2150 денег, каждое использование дает 160, кулдаун на использование 90 секунд. Нетрудными подсчетами понимаем, что при идеальной игре, то есть где мы используем Мидаса ровно под кулдаун, окупится он через 13 использований или через 20 минут. Тут я немного округляю, но суть не меняется. Принимаю во внимание то, что 13 использований никогда не произойдут ровно по кулдауну, ибо когда-то будет идти драка, иногда рядом не будет крипов или вы вовсе будете мертвы. В общем, в среднем Мидас вернет вам его стоимость через 25 минут после покупки. Учитывая, что Мидас на старте игры не дают, получается, что порой Мидас может и вовсе не окупиться вплоть до завершения игры. При этом стоит помнить, что вы не получаете деньги, которые бы получили, если бы вы крипа не продали Мидасам, а убили. Например, с Большого Лесного Кентавра дают в районе 55 монет. То есть чистый прирост финансов от продажи Кентавра составляет чуть больше 100. Мы не будем рассматривать окупаемость с этой стороны, потому что хоть вы и теряете деньги, зато использование Мидаса моментальное, то есть вы экономите время, а время конвертируется в деньги. В общем, тут все сложно, но просто помните про этот момент. Если ваша задача в первую очередь заработать монету, то продавать Мидасам лучше максимально дешевых крипов. И тут как будто бы видео можно и закончить, но вы такие, эй-эй-эй, чел. Но Мидас же еще и опыт дает. И я такой, да-да, еще и опыт дает, поэтому продолжим. Мидас дает на 85% больше опыта за скушенного крипа. Например, тот же Кентавр из Большого Лагеря приносит 95 опыта. Но если использовать в него Мидас, то это число превращается в 175. И если смотреть на Мидас с этой стороны, то он оказывается крайне полезным предметом. Особенно для тех, у кого с опытом проблемы. В первую очередь, конечно, для саппортов. С точки зрения получения опыта от поедания Мидасам, наиболее полезные юниты это все большие крипы на нейтральных лагерях. Кентавр, Сатир, Урса, Тролль и Совух. За них за всех дают по 95 опыта. Также Катапульта, 88 опыта. Ну и если ничего больше не подвернулось, то Альфа-Волк, Желтый Сын Красной Урсы или Ранжевой Крип на линии. За первых двух дают 70 опыта, а за крипа 69. Если вы купили Мидас и 5 раз кинули его в больших крипов в лесу, то получите вместо 475 опыта аж 875. То есть на 400 больше. И это очень приятный бонус. Потому что это, считай, половина опыта, необходимого, чтобы прыгнуть с 11 на 12 уровень. С имеющимися у нас данными давайте теперь еще рассмотрим таланты. Дело в том, что существует три типа талантов, которые синергируют с Мидасом. В первую очередь это таланты на снижение кулдаунов. Во вторую очередь таланты на дополнительный опыт. Ну и в третью очередь ГПМ таланты. Снижение кулдаунов. Если у вас персонаж, который имеет снижение кулдаунов на 10 уровне, то покупка Мидаса становится куда как интереснее. Правда, героев таких немного. Это Аркварден, Дерево и Снайпер. Всем троим Мидас является хорошим приобретением. А особенно выделяется Снайпер, ведь снижение кулдауна там аж 25%. Перезарядка Мидаса с таким талантом становится уже не 90, а 67 секунд. Стало быть и все то, о чем мы говорили, выше для Снайпера неверно. Он и по деньгам окупит Мидас гораздо быстрее, и по опыту прирост будет куда как значительнее. Ну и Аркварден, конечно, тоже интересный вариант. Помимо снижения кулдауна, у него еще и два Мидаса. То есть двойная выгода. Дополнительный опыт. Ну тут как бы понятно. Если мы имеем талант на дополнительный опыт, то и опыта со съеденных крипов мы получим больше. Стало быть, уровни будут расти как на дрожжах. Героев с таким талантом довольно много, но не всем из них Мидас является хорошим предметом. На виспе каком-то или шадоу шамане покупать Мидас как-то не с руки. Но вот кому реально интересно, это Чен. Ибо ему особо предметы какие-то и не нужны. А 35% дополнительного опыта с Мидасом это очень быстрый выход в хороший уровень. Также Омни Найт, Джакира и Варлок. У них правда талант на опыт лишь на 15 уровне. Но с Мидасом до этого уровня добраться будет проще. А после получения таланта взять 25 можно быстрее, чем кэри в команде. С Омником правда есть нюанс. Альтернативный талант дает 90 урона. И опыт стоит брать только если вы занимаете позицию саппорта. ГПМ таланты. Казалось бы, как они вообще могут синергировать с Мидасом? Но все довольно просто. Купив Мидас пораньше, вы быстрее доберетесь до этих талантов. Тут нам интересны таланты 15 уровня и далее. Ибо добраться до 10 мы и без Мидаса сможем. Как правило, хорошие ГПМ таланты на 15 уровне присутствуют у саппортов. А именно Оракл, Вичдоктор, Мейден, Энигма, Леон, Сайленсер и Дарк Виллоу. Не любому из этих героев Мидас хорош. Но на Вичдокторе, Мейден, Энигме и Сайленсере смотрится отлично. Лично я вообще всегда беру Мидас ВД. Это способ рано или поздно выйти в Аганим и БКБ. Их хорошая вероятность просолировать файт даже в позднем лейте. Также заслуживают внимание таланты 20 уровня. Здесь из интересных персонажей, опять же, Чен и Джакира. Видите, какая тут синергия вырисовывается. С быстрым Мидасом и талантом на опыт мы очень быстро доберемся до 20, где еще получим талант на денежку. Также стоит обратить внимание на Дизраптора и Каос Найта. А боем Мидас это неплохой выбор. К тому же у Каос Найта есть талант и на перезарядку способностей. И если вы будете брать Мидас, то стоит выбрать именно его, а не 15 к силе. Ну и 25 уровень. Тут у нас Пак и Скаймаг. Скаймагу Мидас вряд ли стоит покупать. Но вот Паку вполне. Дело в том, что Пак, достигший 25 уровня, получает 420 золота в минуту. Это сумасшедшее количество, которое позволит очень быстро одеться в 6 слотов. Дожить до этого таланта, как можно раньше, это важная задача. Поэтому Паку часто берут Мидас. Обычно сразу после блинка. Ну и это тоже еще не все. Дело в том, что порой люди начинают ругаться на купивших Мидас по причине, о которой мы поговорили в самом начале. Медленная окупаемость. Мол, купил Мидас, а толку-то с тебя. Окупится он через Хезер сколько минут, игру уже успеем проиграть. А сам Мидас тебе ничего не дает. При этом подавляющая часть забывает про еще один бонус от Мидаса. Это, собственно, бонус к скорости атаки. Многие про него забывают вовсе, как будто его и нет. И сейчас я, наверное, вообще многих удивлю, сказав, что скорость к атаке, которую дает Мидас в рейтинге является 8. То есть лишь 7 предметов дают ее больше. Эти предметы это Муншард, Мом, Мьолнир, Бабочка, Кераса, Гипперстоун и Сильвер Эдж. А сразу после идет Мидас. Притом он уступает Сильвер Эджу лишь на 5 скорости, а Гипперстоуну и Керасе на 15. Что не есть очень много. Учитывая стоимость Мидаса, становится понятно, что если рассматривать конкретно прирост к скорости атаки, то предмет этот, как ни странно, и вовсе является одним из лучших в игре. То есть персонажем, которым важна скорость атаки, Мидас является действительно неплохим выбором. Особенно если рассматривать героев с врожденными башами или критами. Тот же Слардар от Мидаса получает ДПСа больше, чем от Сенджай. Стоимость при том у них практически одинаковая. А снайперу Мидас дает почти такой же ДПС, как Яша. Задумайтесь, Яша это вроде как и урон, и скорость, и вообще это же Яша. А тут простой Мидас. Специально взял обоим снайперам хедшоты, потому что Мидас дает скорость атаки. И чем больше скорости, тем чаще будут вылетать хедшоты. Так что все плюс-минус честно. Определенный рандом, конечно, есть, но, как видите, ДПС, ну, практически такой же. Яша дает чуть-чуть больше. Но Мидас с талантом у снайпера мы будем кидать очень часто, и поэтому мы гораздо быстрее, чем с Яшей, получим какие-то другие предметы, а что самое главное, уровень. Скорость атаки от Мидаса это тот дополнительный параметр, про который никогда не стоит забывать. Воет, Слардар, Сларк, Найт Стайлкер, ОД, Врейс, Кинг, Снайпер, и даже такие ребята, как Джиггернаут или Фантомка. Все они не прочь получить бонус к скорости атаки. Тем более, что Мидас позволит еще и быстрее апать уровень, и будет приносить дополнительную монету время от времени. Помните, кстати, пока обсуждали и Каос Найта. Оба героя, помимо того, что стремятся дорасти до таланта с ГПМ, также не прочь получить и скорость атаки, ибо частенько бьют кого-то лапой. Так что вновь выходит, что им Мидас очень неплохой предмет. Я более того скажу, любому саппорту, о котором мы уже говорили, скорость атаки тоже не повредит. Тут скорее не для того, чтобы бить вражеских героев, а чтобы более уверенно качаться на лайнах и в лесу, когда позволяет время и ситуация. Давайте подытожим. Мидас медленно окупается. То есть, если вы конкретно хотите заработать бабла, купив Мидас, а все остальное вас не интересует, то лучше откажитесь от этой идеи, ибо игра скорее кончится, чем Мидас начнет приносить вам доход. Конечно, любая катка может затянуться, наперед мы не знаем, но 25 минут на окупаемость в современных реалиях это слишком много. Мидас это хороший способ быстрее апнуть уровень. В первую очередь, это интересно саппортом, у которых с этим всегда проблемы. Если у вас есть таланты на КДР, ГПМ или дополнительный опыт, то Мидас можно рассматривать практически на каждом герое, ввиду хорошей синергии с этими талантами. Мидас дает действительно ощутимый прирост к скорости атаки, поэтому на многих персонажах, которым она необходима, этот предмет смотрится более чем отлично. Конечно, как и всегда, хочу отметить, что дота игра многогранная. Все нужно делать по ситуации. Есть ситуации, когда Мидас покупать не стоит. Когда на саппорте, лучше эти деньги потратить на Глимеркейп, а на кэри быстрее выйти в какие-то более весомые предметы. Тут уж я вас научить не смогу. Понимание приходит с опытом, а опыт с практикой. Но хаять союзника за покупку Мидаса вот просто так вам точно не следует. Этот артефакт может быть очень полезен и эффективен, если куплен в верной ситуации. Надеюсь, что это видео вам чуть-чуть да помогло прояснить некоторые моменты с этим интересным предметом. Кстати, 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 уже вот записал видео, почти смонтировал. И тут вспомнил, блин, я же забыл сказать про Огра. Огру Мидас, это тоже довольно-таки интересный выбор, потому что Огр у нас герой уникальный. У него на Мидас может сработать мультикаст. И даже на первом уровне он уже 70% на двойное срабатывание. То есть вместо одного Мидаса 3 из 4 раз как минимум будет вылетать у нас 2 Мидаса. И это довольно-таки интересная штука. Огру, конечно, Мидас не супер нужный предмет, потому что он сам с руки никого не бьет, но зато вы очень быстро получите и опыт, и деньги. Так что на Огре Мидас, если позволяет ситуация, это интересный выбор. То есть накопили где-то тыщенку, сделали какую-то фраг, или там вышку забрали. Можно ее отложить, как бы докопить до Мидаса, и дальше у вас прогресс и по деньгам, и по опыту будет очень солидный. Так что, в принципе, за Огре Мидас одобряю. За сим у нас все. Спасибо большое за просмотр. Если видео вам понравилось и хотя бы чуть-чуть было полезно, то не забудьте поставить, пожалуйста, свой лайк, ну и подписаться на канал. С вами же был НС. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!